Здравствуйте, товарищи, слушатели, зрители! Я работаю в Строительной Академии, Приднепровской Строительной Академии. Строительство и архитектура она называется, в городе Днепр. У нас проблемы со строительством всегда были, и успехи тоже есть. Моя фамилия Куля Быко Владимир Васильевич, профессор, доктор технических наук. И мое основное хобби – это динамика сооружений, конструкций. И второе хобби – это в педагогике работа с молодыми студентами, потом они вырастают в преподавателей. И это оказалось как бы удерживающей силой, из-за чего я не ушел из института, когда начал преподавать. Сначала я заканчивал институт московский транспортный, как наш ДИИД в Днепре, факультет ПГС. И работал тогда, распределяли, значит, я был в первых рядах забран в промстрой в НИИ-проект. И учился у знаменитых проектировщиков высоток. Вот Москвы, Варшавы, стальные каркасные конструкции. Восемь высоток в Москве, один в Варшаве, был запроектирован вот этой группой, которая потом должна была запроектировать дворец Советов, на крыше которого должен был стоять Владимир Ильич Ленин с шапкой, видимо, ниже головы. В общем, в голове планировался кабинет Сталина. В 1953-м Сталин умер, и эта группа развалилась. Вот мне повезло, что она развалилась и работала с обычными инженерами в промстрой в НИИ-проекте. Это по всему Союзу проектировались промышленные здания. Очень интересные, новые отделы типового строительства. Все было типовое. Сборный железобетон, сейчас это умирающая отрасль, а тогда была стройиндустрия основана на этом. И вот повезло мне после восьми лет проектирования попасть в школу академика Лазаряна Всеволода Арутюновича, который кончал сам горный университет Днепропетровска. Я дружил с Флоринским, и вот эта школа была переиначена этим Всеволодом Арутюновичем, великим механиком, также я его называю великим динамиком, как и Тимошенко Степана Прокофьевича называю великим механиком Украины. Но Тимошенко потом был в восемнадцатом году создал Академию наук Украины. И его забрали сначала в Загреб, он там преподавал, а потом очень быстро забрали как специалиста по динамике и прочности. Его забрали в Дженерал Моторс, значит, в США, и до девяносто трех лет он работал прекрасно, и к нему каждое лето приезжали механики всего мира, чтобы учиться в школе Тимошенко. Вот так же хорошо бы, если бы жил Всеволод Арутюнович Лазарян не 69 лет, а 93, как Тимошенко, и тогда бы вот эта школа, которую мы сейчас представляем, кто остался жив из тех его коллег и учеников, значит, мы его как бы благодарны, вот сейчас мы все больше понимаем, что вот он был хороший организатор, прекрасный, он был ректором ДИИ, да потом, много лет, но вся транспортная отрасль Министерства Советского Союза, путей сообщения, всегда сложные вопросы динамики, всегда ему звонили, он приезжал, решал вопрос, и тогда они делали, как он скажет. То есть вот такой авторитет практика и глубоко теоретического специалиста, он, значит, нам передал. Он нас учил, ДИИД, и Институт технической механики уже был создан под него, и я вот там 10 лет, значит, с ним учился. Сейчас там осталось много докторов наук, учеников Лазаряна Ушкалов, академик, и это приятно, что вот удалось это поймать, такой момент. Но по сравнению с работой в Академическом институте, когда после смерти Всеволода Рутюновича перешел в Строительную Академию, я почувствовал, что это совсем не то, тут тебя не слушают, сидят студенты, болтают там на последних партах, там в карты играют. И я уже собрался уходить, там месяц поработал. Но пришли, после лекции задали вопросы студенты, я говорю, так, ребята, это большой вопрос, приходите после занятий, значит, в эту аудиторию, продолжим разговор. И вот так начался кружок резонанса, потому что мы занимались динамикой. И они все больше приходили к нам и хотели, чтобы мы занимались не просто наукой, а чтобы была у нас наука, культура, бизнес и учеба, конечно. Мы помогали, как преподаватели, всех там домашних заданий, мы могли дать консультацию. То есть это была полезная вещь и для преподавателей, и для студентов. Человек 20 было в самых таких вот бурных годах, когда было много хоздоговоров, они с удовольствием ездили и подрабатывали. И мы тут старались не хватать себе деньги, как руководители, да, мы старались на равных. Вот это равенство в педагогике, которое было заложено в Украине с Ухомлинским, школа радости, да, и еще школа Монти-Сори, много британских школ известно, матрасская школа. То есть люди, которые хотели на самом деле помогать молодежи, они за свой счет создавали какие-то учебные заведения. Начиналось это с бедных семей. То есть вот тогда, значит, это, ну, приносило как бы двойную пользу, поднимался уровень той страны, того города, где они жили. В колониях, скажем, Великобритании. И вот много получалось денег у некоторых работников, которые с педагогики переходили в церковную службу. Но потом эти деньги, опять же, вот эти люди отдавали на учебные заведения города. Давали там комиссию какую-то, создавали. Там души приказчики, значит, какие-то проверяли, как это все расходуется. То есть вот это истинная педагогика, которая сейчас полезна бы, скажем, олигархам, таким вот слоям населения у нас появилась. Такой слой. Ну, значит, еще два слова о кружке. Значит, надо... Вот в чем идея школы Монтессори? Что преподаватель не должен быть центром, диктатором в аудитории. Поэтому, когда вот они сказали, давайте там разберем какое-то, скажем, устройство или манеру джазового пения, там, игры. Значит, я говорю, пожалуйста, я посижу с удовольствием послушаю. То есть они после первых таких вот, ну, как бы, начала наших разговоров, что такое кружок, значит, они захватили власть и со мной уже не согласовывали. Но спрашивали, там, какую тему, значит, мы разберем науки сегодня, какую там, хоть договорную, и плюс добавим вот это, это, это. Я с удовольствием был членом этого коллектива. То есть вот эта школа совместного сотрудничества, вот это, я считаю, пропадает сейчас. Были слова, там, элитная группа, значит, когда надо где-то похвастаться, значит, могли вспомнить, вот у нас есть кружок. Но законного дать этому кружку статус, ввести в расписание, в научную, в учебную нагрузку преподавателя, это никому не пришло в голову. Ну, значит, это вопрос доброты на разных уровнях. Теперь, по сути, значит, динамика, так Лазаряна его преподнес эту тему, что мы все эту тему полюбили, и она во всем присутствует, от молекулярного движения до движения планет и механизмов на Земле. И, конечно, она забирает в себя статику сооружения. Поэтому статика — это частный случай, а динамика — это более общее уравнение, которое описывают, и можно благодаря им конструировать, рассчитывать динамические напряжения, подбирать все вещи. Значит, я хочу сейчас попробовать показать, что вот последний номер 18 апреля нашей строительной газеты «Молодой будивельник», там, ну, как бы, две заметки. И вторая заметка — это вот наша о кружке, что 40 лет нашему кружку. Вот тут видно, вот этот памятник, монумент мы его называем космонавтики на пересечении Гагарина и Запорожского шоссе в Днепре. Это вот наши выпускники, скажем, Игорь, один из первых резонансников. Он хорошо учился и до сих пор мы с ним контактим. И он вот запроектировал флагшток на острове Хорпица. Стоит так, наблокотившись, как автор этого проекта. А я знаю, что Горный университет старается возле себя поставить такой же. Только сейчас вот, Игоря, 90 метров, отметка флага. Не длина флагштока на Хорпице, холм, на холме, значит, отметка Днепра получается 90 метров. Поэтому в газетах Днепра пишут, что Горный университет стал проектировать и уже там брал пробы грунта. И уже конструкции пришли. Я слежу по Днепру вечернюю. Но в Киеве уже конкуренты, значит, узнали, сколько метров НГУ хочет, хочет там Хиев на 3 метра вроде увеличить свой флагшток. То есть это такая нездоровая конкуренция началась. Пока только вот Игоря есть с 2011 года, значит, уже 8-7 лет присутствует такой вот наш резонансный флагшток. Ну, тут еще есть нарисована фотография Кайдакского моста. Многие знают, что это за мост, но не все знают, что на этом мосту вода идет, питьевая Аульского с правого берега водопровода. на левый берег. Там была плохая вода. И вот институт, который должен был проектировать этот мост, очень просил наш институт. Наш институт очень просил наш резонанс, чтобы мы занялись этой задачей. Потому что как, куда деть эти трубы? Две трубы 820, да сверху будут ездить техника тяжелая, да? И надо же как-то, чтобы она в резонанс не попала. Резонанс – это когда совпадают частоты вынужденных и собственных колебаний. Вот у нас тут есть еще вот такой, как бы, эмблема нашего кружка, что динамика внутри здания бывает от оборудования промышленного, гражданского, жилого, инженерного оборудования, жилого дома. Пожалуйста, все это дрожит, все это надо учитывать с точки зрения комфорта. И, с другой стороны, есть природа. Вот сверху там и самолеты, и ветер, и цунами снизу. И, ну, тут цунами не видно, видно землетрясение, видно метро. Я не хочу каркать, но есть опыт, скажем, Минска, есть опыт Киева, что вибрация, заранее незадуманная виброизоляция от движения метро, значит, потом может превратиться в сложные, скандальные истории. Я хочу сказать еще, что вот на днях будет, выйдет наша статья, монография, и статья будет в конференции в Братиславе, и там мы призываем объединиться ученым, проектировщикам, испытателям, эксплуатационникам различных конструкций, зданий, сооружений, для того, чтобы, ну, как бы, не лечить потом. А вот динамика, она открывает не только проблему, как с ней бороться. Вот у меня даже есть статья, динамика – это зло и добро. То есть зло, она приносит, все инженеры хватаются уже сто лет, боятся резонанса, когда солдаты шли по мосту и упали в ущелье, они шли в ногу, и частота движения солдат совпала с частотой собственных колебаний моста, то есть вынужденные собственно совпадают, это резонанс. И сейчас, значит, это до сих пор в наших нормах запрещен диапазон, соответствующий вот стандартным движением толпы по мостам, даже не только пешеходным мостам, там обязательно, а вот даже городским, автодорожным, боятся, что может какая-то демонстрация или какие-то, скажем, движения, войдут в резонанс. Поэтому около 1 Гц, то есть одно колебание в секунду и два колебания в секунду, запрещенные диапазоны, порядка 20% от 1 и от 2 Гц. Потому что при ходьбе человек бьет вертикально с частотой 2 Гц ногами по конструкции, а из-за того, что у него одна нога в одну сторону толкает покрытие, а другую в другую, частота в низкочастотных формах колебаний должна быть запрещена у моста по 1 Гц. Это очень трудная, большая для создателей мостов. Вот мы проводили с профессором Казакевичем из Диита испытания в Прибалтике, когда развалился Союз, и там Папа Римский в Вильнюсе, в центре на острове за рекой Нерис, стал проповедь сделал, и народ повалил через пешеходный мост обратно, новый, вантовый, хороший мост. Но мост стал раскачиваться, и так, что толпа в ужасе как бы совершала одновременно раскачивающие движения. Когда она идет с одной скоростью, плотной толпой, она создает раскачивание, и все испугались, что сейчас провалятся в речку. 120 метров был пролет. Значит, тогда вот стала печать требовать, чтобы была разборка, и в разборку, значит, попали, говорят, что нужна третья страна. Специалисты из третьих стран, не проектировщик России, и не хозяин Литва. Вот попала, значит, Украина, и мы ездили два раза туда, дали рекомендации, дали пересчеты. И это одна сторона вопроса. Значит, с точки зрения кружка, я думаю, что, ну, можно хвалиться, что у нас мы защитили три докторских кружки и семь кандидатских диссертаций. Это немало для, скажем, обычной кафедры, но это для кружка вообще невероятно, что вот люди шли и знали, что если ты работаешь, хочешь заниматься, сиди, читай книжки, слушай вот эти наши занятия. А ребята просили и два раза в неделю. Вот я вспомнил, что я не договорил Лазарян, нас приглашал на свои семинары научные два раза в неделю. В дом ученых, который сейчас в торговую какую-то фирму превращается, и в дом Диита. Значит, мы два раза, толпа вот ученых вот этой школы Лазаряна собиралась и разбирали досконально каждую работу, кто туда приезжал. Москвичи называли Днепропетровск тех лет «меккой динамики». Значит, вот я очень рад, что я попал вот в эту «меккую динамику». Ну и мы продолжаем свои занятия, и есть продолжатель, я надеюсь, после этих лет еще будут многие годы резонансники, работать в разных городах Украины. «Меккой динамику». Можно было только к этому, Продолжение следует...